Постоянное увеличение автомобильного парка, а наряду с рядом других причин, приводит к росту количества пострадавших при ДТП. Причина смертности в результате ДТП, следует подчеркнуть, являются многие факторы. Это и качество дорожного покрытия, плохие водительские умения и вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Невнимательность и плохая культура вождения, а также многие другие факторы. Основной причиной аварийности в Забайкальском крае по-прежнему, я считаю, является низкая дисциплина водителей и пешеходов, выражающая в их сознательном пренебрежении или игнорировании правил дорожного движения. Надо понимать, что безопасность начинается не с запретов, штрафов и ограничений. Она начинается все-таки у нас в головах в первую очередь. По той статистике, которая у нас существует на сегодняшний день, мы владеем, эта статистика у нас за 9 месяцев по Забайкальскому краю, в сравнении за 3 года, я могу вам сказать, что в сравнении с 2017, 2018, 2019 годами действительно как бы наблюдается у нас снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Но не стоит говорить, что произошел какой-то переломный период, количество ДТП у нас уменьшилось, и с этим мы имеем хорошие результаты. Как ни странно, в данной ситуации при снижении количества дорожно-транспортных происшествий мы имеем тяжелые дорожно-транспортные происшествия на сегодняшний день с большим количеством пострадавших. В этих ДТП при наличии большой кинетической энергии мы имеем тяжелые травмы, которые приводят, как правило, чаще всего к летальному исходу. То, что касаемо погибших и умерших в результате травм, полученных при ДТП, только вслушайтесь в данные цифры. Если у нас в 2017 году 168 погибших и умерших, в 2018 году 181 и в 2019-м 175. Также следует обратить внимание на то, что, несмотря на все проводимые мероприятия Министерства здравоохранения Забайкальского края, мы сталкиваемся, я бы сказал, с трагическим фактом. Это смерть на месте ДТП до приезда скорой помощи. Медики, к великому сожалению, бессильны, и мы не можем применить свои профессиональные навыки. Впоследствии ДТП сравнимо с национальным бедствием. Особенно взять наш Забайкальский край по данным, которые мы сегодня имеем, то, что мы теряем людей работоспособного возраста. Не только детей, которых процентов 11 у нас уходит детского населения в этих катастрофах, но и чаще всего это люди трудоспособного возраста. То, что касаемо резонансных дорожно-транспортных происшествий, которые произошли у нас за последнее время в Забайкальском крае, на сегодняшний день два пациента в тяжелом состоянии подражают получать лечение в окружной больнице Агинска. Они нет транспортабельны. На сегодняшний день проводятся ежедневные регулярные консультации со специалистами как медицинных катастроф, так и со специалистами краевой клинической больницы. Это нейрохирурги, реаниматологи, врачи, которые отслеживают состояние. Те мероприятия, которые выполнены, были на первом этапе специализированной медицинской помощи, оказаны в полном объеме, сейчас проводится стабилизация состояния. При только как будет возможность эвакуировать данных пациентов, конечно, они будут переедены в травмоцентр первого уровня.